Всем привет! Вы на канале Зевс Ньюс. Российская актриса Мария Никанова прошла по-настоящему удивительный путь прежде чем обрела призвание и славу зрителя. Мария Никанова это известная российская актриса, мать и привлекательная женщина. В прошлом она была фигуристкой, но по определенным причинам решила перевернуть эту страницу в жизни. Как любая популярная личность, она имеет армию поклонников и много хейтеров. Это в очередной раз доказывает, что Мария харизматичная и талантливая. В ее фильмографии есть картины, которые сделали ее известной и узнаваемой, например Две судьбы 2, Жаркий лед, Нюхач, Лист ожидания и других. В обычной жизни Мария интересная личность, которая любит познавать все новое, пытается достигнуть совершенства во всех начинаниях. Москвичка Маша родилась в самой настоящей спортивной семье и естественно родители мечтали, чтобы их дочь пошла по их стопам и стала фигуристкой. Ведь мама Марии занималась фигурным катанием, отец был врачом в команде фигуристов, а дед и бабушка конькобежцами. Маша не подвела родных. Изначально она тренировалась как одиночница, а потом перешла в танцы на льду. Она начала кататься в паре с будущими звездами Газелян и Чернышов. Будучи целеустремленным человеком, девушка стала мастером спорта. Особое место в ее судьбе занял последний партнер по льду, Петр Чернышов. Они состояли в паре несколько лет. Перед важными соревнованиями они готовили программу, в которую вложили много сил. Но за два дня до выступления Петр позвонил Маше и заявил, что уезжает в США вместе с любимой девушкой. Для 16-летней девушки это стало настоящей трагедией. В тренировки она вкладывала много сил, но все рухнуло в один момент. Мария вспоминает, что проплакала более суток. Она была растеряна, а потом приняла решение бросить спортивную карьеру. В этот тяжелый период она случайно попала на кастинг в кино «Дом под звездным небом» и получила роль. После этой работы она решила стать актрисой, а позже поступила в театральный институт. Через некоторое время она построила успешную карьеру. В телесериале «Жаркий лед» девушка снималась, вновь катаясь на коньках. В отличие от всех актеров, она могла в полной мере показать свое катание. Дублер ей не понадобился. В последние годы Аниканова снималась в сериале «Лист ожидания», «Линия марты», «Куклы» и других. Несмотря на то, что в 18 лет актриса впервые сыграла в кино и с тех пор старалась не изменять актерскому призванию, в личной жизни Аникановой все еще царило фигурное катание. Сначала она вышла замуж за олимпийского чемпиона в танцах на льду Евгения Платова, когда ей было 19 лет. Однако успешные, еще совсем юные влюбленные не смогли совмещать семейные отношения с карьерными успехами. Платов катался в паре с Оксаной Грещук, очень талантливой фигуристкой. В 1995 году Евгений получил предложение продолжить карьеру в Америке. Он согласился, но Маша ехать с ним не захотела. Она училась и снималась. Все это ей начинало нравиться, а в Америке она себя не видела. Понимала, что там ей попросту нечего делать. Супруги развелись, оставшись в отличных отношениях. Сейчас они периодически встречаются, никакой обиды друг на друга они не держат. А вот разрыв с фигуристом Ильей Куликом был куда более болезненным. Ради этого брака Марии оставила актерскую профессию и переехала в США. Но чувства вскоре угасли, более того, у Ильи в Америке начался другой роман. А Никанова вернулась в Россию и продолжила работать. Третьим мужем Марии стал Андрей Сипин, который был актером РАМТ. Они познакомились на постановке Вишневого сада, на которую пришла актриса. Молодые люди понравились друг другу и через некоторое время начали встречаться. Уже через месяц Андрей сделал Маше предложение, на что она ответила согласием. В отличие от бывших избранников спортсменов, актер Андрей Сипин был невероятно спокойным человеком, готовым мириться с недостатками избранницы. Спустя несколько месяцев романа влюбленные поженились и стали мечтать о детях. Первые шесть лет их попытки были тщетными. И вот, когда Марии исполнилось уже 37 лет, на свет появилась ее дочь Аглая. Они наслаждались с тихим семейным счастьем, пока супруг не заявил, что полюбил другую. Третий развод принес душевные страдания, но Мария знала, что у нее осталось самое родное – дочь. Теперь 47-летняя актриса не стесняется признаваться, что она одинока. Сейчас Мария живет вместе с дочкой, с удовольствием занимается ее воспитанием. В этом ей активно помогает бывший супруг Андрей Сипин. По словам актрисы, они отлично общаются, созваниваются по нескольку раз на день. Андрей – прекрасный отец, он беспокоится о дочери, проводит с ней много времени. Они часами играют, смотрят фильмы, фантазируют. Дочь Марии не ощущает дискомфорта из-за того, что мама с папой живут не вместе, так как чувствует их любовь. Мария с головой окунулась в работу, она снялась сразу в шести проектах. Сейчас актриса ждет, когда выйдут новые сериалы, где она предстанет в новом амплуа. Мария не исключает того, что когда-нибудь сможет влюбиться снова. Женщина ни о чем не жалеет, старается мыслить позитивно и считает себя вполне счастливой. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!